Можно было яйцо еще разбить, да? Да. Хорошая мысля приходит опасля. Так? Хорошая мысля приходит опасля. Ну, что сэкономило? Не думаю, что сильно повлияет. А то еще поправишься. Да нет. Не думаю. Та картошка лучше была. Та картошка лучше сладкая была. Это с прошлого похода в магазин. Другой сорт? Не знаю. Короче, сладкая была. Прям вообще даже с солью. Короче, я наелся. И теперь ты можешь меня на закуску съесть. А мороженое ешь? Неа. Я за зубы беспокоюсь. А шоколад? Тоже нет. А как с девушкой собрался жить? Ну, для нее это наоборот будет плюсом. Ей больше достанется. А свинину есть? Что? Свинину? Да, ем. Но она вкусная, как ее не есть. А дошик? Только пюрешку. И я не понимаю тех людей, которые едят лапшу. Хочу с кашей, да? Ну, от каши я не наедаюсь. Там калорийов мало. Я могу гречки целый килограмм съесть и остаться голодным. А картошка насытная. Ну, в гречках хотя бы углеводы хоть какие-то. А дошик, что там? А в бермишеле? В бермишеле. А? Ну, в бермишеле, по идее, тоже есть углеводы. Там крахмал. Это же углевод. На самом деле я могла не есть, но я ем. Что есть? Могла не есть, но я ем. Кушай, маленькая, поправляйся. Будешь крепенькая. Челюбить нельзя. Да. Ну, не. А как еще тогда? Ну, кто ест, у того желчь лучше отходит. А в желчи содержатся всякие шлаки, которые от крови печень отфильтровала. То есть кровь чище. Когда кушаешь, то кровь очищается, получается. Меньше токсинов. Я пью достаточно. Что? Пью достаточно воды. Ну, от воды желчь не выделяется. Ну, и что? Надо, чтобы обязательно желчь вытекала. И тогда будет очищение крови. Без еды в любом случае мы не выжимаем. А ты хотела бы стать парнем? Никуда. Чего такой вопрос? Ну, у нас зато нету этих дней. И что? Нам не надо рожать. И что? Ну, рожать, это, конечно, аргумент, но не такой условный. Чтобы становиться парнем. Согласен, Семен? Ну, мне кажется, у парней жизнь легче, чем у девушек. Почему это? Ну, вот смотри, этих дней нету, рожать не надо. За стрижкой можно не ухаживать. Семью обеспечивать. Ну, это да. И в армию ходить. Да. Самое главное. А без армии сложно устроиться? Нет. Нет? Нет. А что вообще это дает? Армия? Ну, дисциплина как бы, внутренний стержень развивается. Ты служил? Да. Где? На границе. Ничего себе. Что я поела вроде? Армия? Пойдешь мыть сковородку? Что? Пойдешь сковородку мыть? Нет. Потом помоем, ладно уж. Засохнет. Ничего страшного. Парню не надо краситься. Я люблю краситься. И не надо прическу делать. Я люблю все эти вещи. Так что? Я прям захотел девушкой стать. Я себя человеком чувствую, когда я нормально выгляду. Я вот тебя послушал и захотел стать девушкой. Да? Зато скажи, вы красивые, да? И хоть у вас и месячный, и предминструальный синдром, но зато вы красивые. Ну. Ну кто как за собой ухаживает. А вот курящие девушки, они прям этим куревым всю красоту перечеркивают. Ну это их дело. Прям кажется, что как будто она не накрашенная. Да нет. Я просто не понимаю, зачем вообще курить. Ну они говорят, чтобы нервы успокоить. Ну это да, это все понятно. Просто я не начинала, и мне легко говорить об этом. И ты не нервничаешь, да? Ой, нервничаю, конечно. Но я таким способом не глушу, потому что когда еще хуже. Лучше 50 грамм коньячка, да? Даже так, Мариса. Просто себя сама добиваем. Можно еще кота погладить. Если кот есть, то можно его погладить и успокоишься, да? А если нет, так? Тогда надо там всякие внутренние настрои держать. Ну я... Я говорю, действующий способ вообще есть какой. Магний пить. Я вот Магнеллис когда пробивала, мне помогло. Прям хорошо так, но душе было. Успокоилась сразу. Ну, кстати, парню еще хуже быть тем, что... Тяжелее найти секс на одну ночь. В смысле, тяжелее? Ну это надо к каждой подходить там, знакомиться. Да ну, наоборот, не знаю. Ну, многие девушки ведь будут посылать куда подальше. Ну а представь мне какого. А тебе достаточно просто нарядно одеться и улыбаться всем, кто на тебя смотрит. А если с девушкой хочу, что делать? Ну тогда девушке улыбаться. Ну это знаешь, это ни к чему и не приводит. Это еще сложнее, чем парню. Ну ты захотела, прям хочешь и с парнем, и с девушкой. И рыбку съесть, да, и... И на елку влезть. Да, да, да. Хорошее выражение, да? Нам бы парням хотя бы с девушкой секс найти. А ты проститутками не пользуешься? Не, ни разу. Была мысль попробовать, но мне страшно. А что страшного? А вдруг они закроют тебя у себя в квартире и скажут, пиши дарственную на квартиру свою, иначе мы тебя убьем. Что ты несешь? Я вот этого боюсь. Что? Что ты несешь? Ну вдруг там бандиты, вдруг там все это схвачено. Да нет. Многие парни так делают. Зайдешь, а там логово бандитов. В любую группу заходишь в ВКонтакте. Туло, секс и все. Да? Да. А я думал, это на специальных сайтах. Ну либо на сайтах, но ВКонтакте быстрее. Там сразу прямая ссылка. А ты пользовалась услугами проститутом? Нет, конечно. Совсем чок. Хотя была мысль. Надо уже совсем чокнуть. Да? Угу. Чтобы девушка проститутку заказывала. У меня была одна знакомая. Знаешь, что она рассказывала? Что? Она работала в массальном салоне. Ну и мужчины, видимо, захотели, чтобы она переспала с девушкой. И вот она переспала с девушкой при ней. И они им заплатили 40 тысяч. Круто. Понимаешь, что просто получили удовольствие и за это 40 тысяч. Да. Халява. Ну мне кто-то звонит. Проститутка. Ага. Я сбросил, потом перезвонил. А что такого? Да, там... Может, по работе? Там знакомые, которым просто дома скучно пообщаться, охота. Меня не променяешь. Ну да. У тебя голос поприятнее, чем у него. Чему мужуану? Что? Чему мужуана, говорю. Ну да. Он, небось, еще бухой, к тому же. А когда он бухой, он там заикается, язык заплетается. Там вообще его не разберешь, что он там говорит. Алкоголик, что ли? Да. Ну зачем ты с ним общаешь? Ну, он напрашивается в общении. Почему бы и нет? А у тебя друзья есть? Есть, но они в Москву уехали работать. Там зарплаты большие, поэтому они туда поехали. Ну да. В два раза больше, да? Да. Ну а цены там тоже в два раза больше. Ну да, квартиры там дорогие, жилье снимать тоже дорого. Комната там 10 тысяч стоит. Просто комната у нас можно за 15 квартир найти. Да даже, наверное, дешевле можно найти. Ну, убитый. То есть... Вот у нас с хорошим ремонтом в центре квартира стоит 20. Примерно, о, 20. То есть тебе трудно девушку найти, да? Ну, что никого нет. Все застыли. Что? Виола. Я тебе ответила, говорю, все застыли. Никого нет. Я плохо расслышал. Можешь почетче сказать. Я говорю, все застыли. Никого что-то нет. Все застыли? Ну... Как застыли? Ну, не знаю. Никто не выходит. На улицу? В сеть. А. Ну, а на улице ведь можно к девушке подойти и сказать, привет, ты мне нравишься, да? Ну, конечно. Я что, дура, что ли? Тебе страшно? Хотя я со знакомой, со своей. Как-то раз мы хотели подойти, короче. Мы это кто? Мы, короче, протупили и не пошли. А вы... Знаешь самый прикол в чем? Ты с подружкой хотела подойти к другой девушке? Да. А потом прикол в том, что я ее в универе узнала. А, то есть хорошо, что не подкатила? Да. А то бы она всем рассказала... Мало того, что в универе я ее узнала. Так я ее на сайте знакомств увидела. А. И она там ищет парня? Не знаю, что она там ищет, короче. Ну, там в статусе бывает написано, кого ищут. Да мы просто решили прикольнуться. Она нам не сильно-то и не нравилась просто. Чисто, ну, для прикола, познакомимся или нет с ней. Ну, а можно было издалека просто разговор начать о погоде, например? Да, она книгу читала, что мы будем. А. Или какой-нибудь вопрос такой интересный придумали бы и просто спросили. Ну, сказали бы, что вы проводите опрос. Мы так хотели угарнуть. Но не получилось, короче. Смелости не хватит. Да? Смелости не хватит. Слышишь меня? Да. В этот же день я опять взяла из них. Кого взяла? Я говорю, в этот же день мы с этой же девчонкой. Короче, идем уже по своим делам до сквера. Ну, и все, видим, короче, двух девушек. Потом присматриваемся, они целуются. Ну, мы подошли к ним. Ну, на соседнюю лавочку сели, ждали, короче. Пока подойти познакомиться. Потом увидели, что они хотят уйти. Ну, и встали, познакомились, короче. Вот они, пара. Вы хотели устроить четверишник? Нет, ничего. Просто как друзья. А. Ну, потом что-то мы не общались, ничего, и все. Одна фотограф из них, другая музыкой занимается. И они еще маленькие были. Ну, такие, 18-18 лет. Еще как школьница. А с чего вы начали разговор при знакомстве? Я не помню. Вроде моя знакомая сказала, что мы увидели. Ну, короче, просто подошли. Привет, привет, я Настя, я Виолетта. Нет, нет, нет. Мы с Аленой подошли и сказали, что вот мы видели, там, сюда-сюда. Как зовут, там, что, кого. Потом смущались, короче. Они засмущались? Ну, и мы тоже, конечно. Ну, представь, как так знакомиться. Они в обнимку, там, шли. Ну, просто. Это летом было? Да. Наверное, вы все в шортах были, с красивыми ногами, да? Я в сарафане была, и вообще красотка летом была. Это сейчас ей непонятно кто. А летом я очень красиво хожу. Ну, а сарафан, это когда юбка до колена, да? Да. Ну, как платье. Я прям поднялась, накрасилась. Все шутки было. А, мы ходили за ортопедическими стельками мне. Вот с этой моей знакомой мы, ну, общались. И она все время говорила. Ну, я говорю, ну, короче, у нас такой разговор заходил. Ну, и она мне говорила, что она меня не хочет. Хотя я вообще была, ну... Подавленная. Не подавленная. А, в смысле, я вообще была супер. То есть я не знаю, что у нее было. И потом говорит, как мы с тобой зашли в этот магазин, ты нагнулась, я увидела под юбкой, и после этого я захотела. Надо было тебе юбку короче одевать, да? Да это просто так получилось. Я ее вообще не хотела, и не хочу. Она мне говорил. Мне надо было, чтобы она мне захотела. Знаешь этот инстинкт? Да. Ну вот, я хотела, чтобы она меня хотела, и больше мне ничего не волновало. Эх, скорее бы лето, да? Не знаю. Ну, летом все такие красивые. Я вообще понимаю, что нужно быть счастливым в любой военном году. Не только летом, зимой, сном. Зимой это вообще почти нереально. Да? А я так сильно не люблю холода, что я постоянно в застегнутом капюшоне хожу. Шапка, сверх капюшон, еще капюшон на все пуговицы. Даже если плюс один на улице и ветер, я все равно капюшон застегиваю на все пуговицы. Иду как в скафандре. Я всю зиму вообще в короткой куртке проходила. Потому что она мне нравилась. И в обтягивающих джинсах? Да. И в сапогах? В ботинках. М? В ботинках. А у тебя ботфорты есть? Нет, я вообще сапоги перестала. В них красивые ноги. Нет. Мне нравится очень ботфорты. Неудобно. Сейчас в ботинках хорошо все смотрят. А у вас там есть мода подростки подворачивают штанины, чтобы... Да. Блин, холод, небось, так, да? Зимой, понимаешь, ведете. А что, это красиво, да? Я не считаю, что это красиво. Ну, сам подумай. Ну, это только... Это только пацаны так подворачивают, да? А? Это только пацаны так подворачивают? Ну, да. А девушки нет? Я вроде не видела, слава богу. Да. Еще не такие полоумные. Ну, без шапок, видела? Какие меня девушка игнорит. Не знают, что ответить, это радость. Это где, в переписке, да? Нет, это в другом сайте. Я же тебе говорила про девушку с Украины, она зашла. Помнишь? Ага. Вот. Ей 26 лет. Это которая тебе фотки скидывала? Нет. Она знаешь, как говорит? Я тебя цимаю. Я скоро украинский выучу так. Она должна была сказать, я туби цимаю. Ну, да. Да, ну, этот украинский, он такой смешной. На самом деле, мне вообще не нравится украинский язык. Он такой уводит. Я не сказала об этом. Про него еще говорят карикатурный русский. Как бы так сделать, чтобы мы всегда рядом были? Не знаю. Даже не знаю. А ты на коньках умеешь кататься? Да. Я тоже. Я их обожаю. Я в этом году даже на коньках не каталась. И я тоже. Я у меня с подругой каждый год традиция. Надо было все-таки ходить. Я даже с девушкой с одной расстался, потому что ей нравились лыжи, а мне коньки. И мы не сошлись увлечениями. Да. Да, ну, не знаю, что в лыжах хорошего. Там устаешь. Я вообще не умею даже стоять на муке. Да там устаешь постоянно. Это все равно, что бежать по лесу тоже самое. А на коньках толкнулся и катишься себе. А велик любишь? Да. А ты? У меня в детстве было пять великов. Постоянно менялись. Пять разные. На одном надоело, да? Ты на другом. Я умела. Я умею без рук, стоя. Могу подпрыгивать, короче, вообще быстрее. Ничего себе. Но. Ты какая-то редкая девушка прям. Почему? Ты в цирке не работала? Нет. Какой-то цирк. Мне до цирка было плохо. Но я не видел, чтобы девушки без рук умели кататься. А кто тебя научил? Мама. Увидела, как без рук катается? Нет. На велике за пару часов, а дальше сама и без рук. Или всякое разное. Пацанами каталась. Я еще умею. На багажник садишься и едешь в багажниках. Нет, я-то на горных. У меня не все сломались. Если покупать велик, это надо тысяч 20-30. Телефон не обновлять и можно купить, да? Ну, в смысле, я имею в виду новый купить. Вместо обновления телефона. Или ноутбук маленький. Мы в детстве в пятером катались на одном велосипеде. Почему я тебя хуже слышу? Мы в детстве в пятером катались на одном велосипеде. Как так? Я на сиденье одного человека на раму сажал. Третий человек сидел на руле. И два человека на багажнике сзади. Один сидел на багажнике, а второй стоял на багажнике. И за меня держался за плечи. И мы вот так катались, прикинь. Я не верю, чтобы велик это выдержал. Ну вот выдерживал. Но мы были еще сколько там? Может килограмм по 40 каждый. А сейчас-то сколько? 80. 80? Да. Нормально? Угу. Для парня нормально. Я хочу поправиться. Хочу, чтобы было 90. Зачем? Ну, был бы более такой, выглядел бы более крепким. Ну, это я еще похудел. Я весил 87. Мой максимальный вес был. А потом похудел. До 80. А ты туда ходишь? Да. И в бассейн, и в качалку. Давно? Ну, в качалке неделю назад было, в бассейне позавчера. Нет, давно ходишь. Сейчас скажу. С 2012 года. Это 5 лет. Почему 5? 7. А, да, 7. Или ты врешь? Нет, не вру. Время как летит, да? Угу. Не говори. Самое страшное, что может лететь. Это точно. Еще недавно в школе училась. Пешком под стол ходила, да? Ха-ха-ха. Угу. Беззаботно жила. Да. А ты, когда маленькая была, ты расстраивалась из-за того, что к тебе парни не подходят знакомиться, потому что еще маленькая? Ну да, было такое. Я помню, с одной девушкой познакомился, она тоже прям так обрадовалась, когда она повзрослела, и с ней начали парни знакомиться. Ну, это когда совсем еще маленькая была. Ну, вот когда ей 15 стукнуло, к ней уже я и подкатил. Еще там кто-то, и она была этому очень рада. Я тут зашла в этот чат, мне пишут маты всякие, вот просто, первый смс маты какие-то. О, давай поебемся, такой, такая смс. Нет, а тебе приходила такая? А я в текстовом чате не сижу. А почему ты сказал ровно так, как там пишут? Ну, потому что я бы именно это написал. Может, ты это и писал? Не, просто мы, мужики, все одинаковые. Нам от вас, женщин, только одного и нужно. Это ты писал или нет? Да нет, конечно, ну что ты. Говорю же, я вообще, мне противны эти текстовые чаты, там нужно печатать. И там не слышно, кто на самом деле. Он на самом деле общается, да? Угу. Может, там какой-нибудь дедок прикинулся 15-летней девушкой. Ой, что? А сейчас знаешь, самое прикольное, когда парень, ну, регается по девушку, пишет, да? Да. И другой парень так же. И они друг другу женские фотки присылают. Вот это от своей же привычки. А потом прикинь, понимает, что это был парень. Ага. Это вообще жестко. Представь, какая кора. Да, мне кажется, мужского населения намного больше сидит во всяких этих виртуальных чатах. Ну, естественно. Потому что многим девушкам, многие девушки рано заводят детей, и у них времени нет, чтобы во всяких чатах сидеть надо, с ребенком заниматься. Да? Для них ребенок, для них ребенок это самый главный чат. Ну, я бы лучше с ребенком пообставать. Ребенок не даст заскучать. Постоянно что-нибудь выкидывает такое смешное. Ну, надо еще дорастить до такого ребенка, еще надо с нуля. Ну, да. Сначала нужно пропукивать его, да? Знаешь, их пропукивают сначала? Вот, значит. Ну, на живот нажимают, и он пукает. У-у. Зачем? Ну, чтобы там газы не скапливались. А что еще делают? Ну, за здоровьем наблюдают еще. За каждым отклонением прям. Кормят в конце концов, да? Что? Кормят в конце концов. Ну, да. Подгузники меняют, памперсы там. Жопку вытирают, да? Ну, у меня вот два братика, я тут все уже прошла. Куда пошли? Да, я их сделала. Лично эти сиделки. Все гуляют, а я сидела. У тебя родные два братика, да? Один родной, один двоюродный. Двоюродный? Один родственник. А? Да, которыми я сидела. А-а-а. Пирамиджки. А ты живешь с родителями? Нет, одна. Сейчас одна. Снимаешь квартиру? Нет. Она просто мне с неба свалилась. Что просто? С неба мне свалилась. А-а. Все влеча везде, все, я живу. Можно музыку громко включить, да? Свободы действий. Да, музыку громко не включаю почему-то. Просто никто не надоедает. Не указывает свои правила. Ты сам ответственный за свои действия. А ты четвероногого пушистика почему не заводишь? Его кормить надо. Вот. И у меня такая... Убирать. Я тоже не завожу. И еще потому что от них шерсть. Да-да-да-да-да. А потом, эта шерсть, она прям в воздухе летает. Я вот к другу приходил, у него два кота, и из окна луч света начал светить. И в этом луче света прям эти волосы летают от котов. Ну, это если не убираться. А если убираться? Есть какие-то породы, которые не линяют. Я вот только знаю, у собак есть распространенная порода. Это пудель. Их заводят в основном из-за того, что они не линяют. У них шерсть просто растет, и все. Я бы не хотела такую собаку. Вот почему пуделей стригут, потому что у них шерсть постоянно растет, и если его не стричь, он превратится в заблудшую овцу, заросшую шерстью. Как человека, да? Да. Я помню, где-то фотку видел. Где-то в горах нашли овцу, которая отбилась от стада, ну и долго жила сама по себе. И показали фотку, где она такая обросшая вся, она бедная, еле передвигалась, там просто такой гора шерсти такая с глазами. И потом ее постригли. Такой щеночек бегает, горенький, мелкий. Какое облегчение ей наступило, да? Угу. Вот я тоже себя оболванил машинкой, прям тоже облегчение такое. Ну ничего, к лету еще обрасту, стану опять красивым. У меня вообще жидкие волосы. Поэтому башка не перегревается, да? Нет. Хотелось бы нормальный, конечно, но не повезло. Я свою голову, чем только не мыл, и все равно у меня волосы остаются густые. Я мыл этим средством для мытья посуды, миф, и овосом тоже для мытья посуды. Зачем? А он лучше отмывает. Вот. Он с жиром сильнее борется. И... Я шампунь всегда спасаю. Ну шампуни мне надо два раза, чтобы волосы помыть. Или я так... Что? Я говорю, или я так много сильное сразу набираю, что сразу отмывается. А я знаю женщину одну, она стиральным порошком даже голову мыла. Что? Жуть, да? Когда денег нет, да? Нет, она что-то там хотела наоборот, у нее волосы редкие были, и она хотела таким образом, чтобы раздражение кожи было, и от этого раздражения, чтобы волосы начали интенсивнее расти. Как-то так вот она хотела сделать, я только не помню, добилась она этого результата или нет. Слушай, а какой еще можно вопрос задать на проверку? Где? Ну, чтобы проверить девушку. Где находится уретра? Это что такое? А, так ты сама не знаешь строение своей вагины, тогда этот вопрос отпадает. А что еще нужно узнать? Сейчас подумаю. Подумай, пожалуйста. Как ей приятнее трахаться в пизду или в жопу? Ну, это... Ты думаешь, человек... Нет, это не такой вопрос. Что? Там можно по-любому ответить. Нет. Если это пацан, то он скажет, что любит и туда, и туда. А на самом деле девушки в жопу не любят трахаться. Ну, какие девушки с трахаться? Ну, любые, никто из девушек в жопу не хочет давать и не любят. А еще как более-менее прилично? Надо подумать. Ты тоже там подумай. Пока я буду думать. Загадка. А зачем тебе прилично? Кстати, смотри, вот еще одна проверка будет. Если на вот этот пошлый вопрос она ответит, или он, значит, это пацан. А если начнутся всякие придирки, что-то такая пошлая, то это, скорее всего, девушка будет. Ну, да. Так что пиши. Я пишу, ты не парень, мне пишет, не с чего ты взяла. А какой вопрос? Я пишу, ты не парень, не с чего ты взяла. Ну, спроси тогда, давала ли она в жопу. Да? Ну, тут парень может придумать сам. Ну, да, в принципе. Тут пиши, с чего ты взяла, и вообще, может, это ты парень. Не, а ты знаешь, тогда что, спроси у нее, что твой парень хочет тебя трахнуть в жопу, и больно это или нет, стоит ли ему давать? Ну, да. Мозг работает. У нас так красиво все началось. В переписке? Ой, я не хочу портить. Ну, ты и не испортишь. Поговорите, короче, о парнях поговорите, и сразу будет понятно. У меня сел телефон. Ой, ну. Понятно. Очень жаль, я бы с тобой еще продолжил общение. Ты там живая? Давай. Спасибо. podcast. 還有 В переписке? Просто у Ernest Ahmed Виолетта, ты где? Субтитры создавал DimaTorzok